Служба медицинской профилактики Приморья отмечает красивый вековой юбилей. Созданная в далеком 1923-м, тогда служба санитарного просвещения Санпросвета, своей задачей ставила ликвидацию неграмотности населения, разъяснение мер борьбы с инфекционными болезнями, популяризацию гигиенических навыков. Молодое советское государство прививало знания населению с помощью лекций, листовок, тематических газет. В Приморье в те годы было два центра Санпросвета – Владивостоке и Никольску-Суриске. Шли годы, менялся статус и название структуры. В 80-е Санпросвет переименовали в Центры здоровья, в 90-е – Центры медицинской профилактики. Сегодня это Центры общественного здоровья. Лидия Бороева уже 40 лет ведет санитарное просвещение во Владивостоке. Да, в развитии жизни службы были определенные сложности. В Советском Союзе был период подъема и стабильности. Потом в связи с историческими событиями в нашей стране был период спадок, когда такие учреждения закрывались. В настоящее время, с момента вступления в реализацию национальных проектов, и в частности нацпроекта «Демография», отмечается определенный подъем в этой работе. Сегодня Центры общественного здоровья есть во многих городах края – Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Лесозаводске. Они координируют деятельность между медучреждениями и населением. Разрабатывают программы, информируют приморцев по вопросам укрепления и сохранения здоровья. Форумы «Санпросвета» сегодня самые разные. 11 лет назад приморские врачи подхватили инициативу знаменитого кардиохирурга Лео Баккерия «Прогулка с врачом». Все эти годы, каждую субботу в 10 утра на Корабельной набережной проходит такая встреча. Мы приглашаем врача. Это кардиолог, это невролог, это и офтальмолог, и стоматологи проводили у нас прогулку с врачом. И с врачом можно проконсультироваться, можно получить какую-то важную, актуальную информацию, как сохранить свое здоровье. Кроме того, на нашей прогулке с врачом вот уже несколько лет, каждую субботу, можно познакомиться с удивительным доктором, доктор Смех. И наши специалисты, тренеры международного класса проводят смехозарядку. «Санпросвет» формата 2023 – масштабная многогранная работа. Сохранить здоровье, получить новые полезные знания сегодня намного проще, чем 100 лет назад. Бесплатная диспансеризация, множество проектов для разных групп населения. Квадрат здоровья для подростков, клуб «Лада» для психологической поддержки и обучения женщин. Тренинг «Эмоциональный интеллект» для трудовых и учебных коллективов. Йога смеха, «Приморье за здоровье» и многие другие. Еще одно направление – это менеджеры здоровья. Мы подготовили уже сегодня в каждом почти что муниципалитете. Есть теперь человек, который эту функцию на добровольных началах, на волонтерских началах, несет вот эту функцию продолжения наших идей. Они не медики, они обычные граждане, обычные, работают в разных областях и сферах. Но они становятся такими проводниками идеи здорового образа жизни, и мы надеемся, что они будут лучше нас даже услышаны. Люди в настоящее время уже, как мы видим и разговариваем на этих мероприятиях, они более привержены к здоровому образу жизни. Они понимают суть, механизм действия этих советов, которые даются. Потому что все эти советы, они не просто так вот придуманы, они все имеют доказательную базу. В эту субботу, 2 декабря, в 10 утра на Корабельной набережной, как всегда, состоится очередная прогулка с врачом и гостем Владивостока, чемпионом мира по смеху, экспертом в борьбе со стрессом Митей Ефимовым. Ждут всех желающих. Ирина Шилина, Денис Фадеев, новости на Восьмом.